Наш корабль ждет, когда развеется туман, чтобы подойти по острову. Вот мы высадились на остров, на Мотокиль, все это там пока происходит. В процесс высадки, пока подплывали на лодке, естественно, вокруг как раз разбегаются, расплываются, разлетаются живность, птицы, сивучи. Поэтому там нельзя не снимать, постоянно вот тут животные. Они сивучи даже играли с нашей лодкой, с моторой, плавали вокруг нее, периодически выныривая, фыркали, занырили, под лодкой проплывали. В общем, развлекались, как могли. Ну вот туманы все равно опять продолжали нам мешать, тем не менее. Бывало, иногда, что увидимые 20-30 метров, ничего было, снять было невозможно. Зато птицы подлетали близко, они абсолютно не пуганные, но на расстоянии метра они подлетали. Снимать можно было практически любого объектива. Снова камень гипрошки, очковый очистик. Сивучи довольно территориальные животные. Если он занял камушек, других он туда уже может не пустить. Вот от дыхания сивучи идет пар, видно. Вот четыре больших сикача держатся отдельно, а остальные все в толпе лежат отдельно. Лежбище было недалеко, до него можно было дойти, но было опасно спидлинировать сивучи, чтобы они не раздавили молодое потомство. Поэтому мы близко к ним подходили, снимали издалека. Снова частик и каменьги, обе. Вот так выглядит лежбище. По подсчетам биологов, которые занимаются изучением сивучей в Варховском море, лежбище на острове Меттекиле является самым крупным в Варховском море. Мель, по крайней мере, на его севере. Вот такого размера камня. Здесь видно масштаб. Здесь стоит человек. Справа вдалеке, на горизонте, наш корабль. Нас оставили здесь одних. Привезли на лодке, высадили и поехали заниматься своими другими научными делами. Пока мы снимались и учеи, и птицы. Ходить мы там не могли практически. Можно было перемещаться, не знаю, за весь день прошли метров, наверное, 200. Потому что огромные камни, они все скользкие. Ходить невозможно. Можно было забираться на один камень, потом спускаться с него. То есть вот так. 5 минут, 5 метров. Поэтому мы практически не ходили, использовали просто телеобъективы, чтобы снимать все, что было вокруг нас видно. Потом, скоро мы вернулись на корабль, перекусили и поплыли на вечернюю съемку. У Солнца заходило тот берег, на котором мы снимали, куда мы можем высадиться. Это восточный берег, там можно только на рассвете увидеть Солнце. И поэтому мы сели в резиновую лодку и обогнули остров с другой стороны, чтобы поснимать его в низком Солнце. Вот так мы приветствовали нас и учеи, практически в 5 метрах от лодки. Следовали за нами практически всю вот эту вторую прогулку. Во время отлива появляется много скал в море. Туда выходят морские львы, зная уже, где появятся эти островки для них. На рыжьмище там часто вражда случается, и поэтому они не упускают возможности приезжать на свободных камушках. Можно было снимать их с 5 метров, делать портреты крупные, потому что они сновали туда и сюда, вокруг нашей лодки постоянно. Вот и после нашей заброски лодка уходит. Вот только такой закат можно снять в районе режбища. Солнце пробивает там через дырки в скалах. А так света вечернего там не было, к сожалению. Когда шли вокруг островов на закате, снова пришел туман, но здесь он сыграл нам на руку, и получились интересные кадры. Если бы было просто солнце и лысое небо, как над облаками, над туманом, то ничего бы не вышло. Ну и классический снимок, конечно, с флагами с белоплющим орланом, символом исповедника, и флагом русского георгического общества, в сотрудничестве с которым мы совершали эту экспедицию. Обращаемся с островом вот таким. Снимаем последний закат над ним. Солнце закатилось в тучку, и после заката Солнца началось раение птиц. Они витали сначала бесформенными стаями, потом вытягивались в линии и кружили. В общем, сложно объяснить, каким образом. Но такое ощущение, что напоминало мне, когда где-нибудь находишься в тундре, москиты летают, вот, вот, вся, мошка вот эта. Вот примерно то же самое. Я не знаю, какое было количество, но это какое-то нереальное количество, на половине укладывается, сколько там уже, тысячи, сотен. Тысячи. Портрет удалось снять с лучами. Вот видно снова раение, такими вот они, пятнами, сгустками, такими птицей летали. Солнце село, все закончилось. Еще немного туманных скал. И процесс съемки он выглядел вот так. По-другому, дешево-статива, по-другому снимать никак не получилось. Днем, естественно, туман уходил. В общем, все как обычно, и удавалось снимать. Скалы целиком. Это остров Баран. Один из архипелагов. Это отверстие в острове Катамалью. К ним подплывали также на лодке. Вокруг них проходили со съемками для того, чтобы проводить, провести учет птиц. Также проплывали здесь, в этой расщелине. Каждым годом она обваливается, увеличивается. Так что видно было, что там эти острова, они, в общем, живут своей жизнью. В основном здесь гляндуя из Каиры. На этих островах. Вот интересное природное явление. Вот, к сожалению, не знаю, как это называется. Это было не имя. Это все острова. Друг напротив друга. Дальше просто много птиц. Много это... Я раньше не знал, что такое море. Теперь знаю. Вот еще раз. Вот эти вот скалы Катамалью. Видно, что к ним невозможно на них высадиться. Не так. Только со скаловыми оборудованными движениями можно по ним забираться. Исключительно просто вертикальный скал, упадящий в нас. Вот остров Баран. По центру справа... Справа на тыки, по центру Баран, слева тыканы. Это вот на обратном пути мы проходили. Мы с Чирикой уже был рассвет. Интересно, красиво. И вот розовьялов. Он с вами скрывался от нас. Мы много раз проходили мимо него. Но он, как скажут, часто скрывался. Мы не в зимой нагрузе. Мы поснимали немного цветочков уже. А, после экспедиции. Мы съездили на запад от Магадана, на Арминский перевал, в сторону реки Армия. Поснимали там просто флору-фауну. Тоже было интересно достаточно. Много интересных цветов, ягод. Я узнал для себя новую ягоду. Называется дюринт шведский. Она несъедобная, то есть невкусная. Но, тем не менее, огромные красные поляцы. Это ягоды были. Вот первый Арминский перевал. Вот эти вот такие вот типа подтеков. Каменистые особи, типа Курумника. Они здесь обычно всегда лежат снег почти до середины, почти до конца лета. Но в этом году были дожди и теплое лето в начале. Удалось нежно посмотреть. Гусники, сыроежки, Курумники на перевалах. Каменеломка. А вот это нам удалось застать лишайник в период его размножения. Это споры красные, которыми он размножается. Олень и гриб. Ну и много дневных кадров, потому что внутрь перевалит будет днем. Еще раз дюринт шведский. Очень интересно было. Это поле, засаженное кормовой травой. Абсолютно равномерный такой зеленый цвет. Это вот в районе Армони. Гора в районе Армони. А цель нашей поездки на перевал был вот этот кадр. Практически вот ради него одного ехали. С 2-го Армонского перевала открывается вид на переднем плане. Это часть материка. В средней части это остров Недоразумения. За ним виднеются белые пятнышки на краю. Это мыс Чирикова, через который мы проходили. И, соответственно, с левой части то, что видна вода, это заход в бухту Нагаева. И в самой дали слева виднеется остров Завьялова. Очень интересная разноплановость. Здесь бы подняться еще в сопку на несколько метров выше было бы интереснее, но не было возможности, очень густая тайна. После этого мы отправились в свободное путешествие на озеро Гранд. Доехали туда на автобусе. И вот с этой кучей вещей мы планировали совершить пеший поход вокруг Легчанских озер. Ну, самое большое Легчанское озеро называется Озеро Гранд, поэтому там, везде указатели стоят на него. Туда построили дорогу в шею 50-х годах, поэтому проблем не было. Ну, мы прошли 500 метров, проехал мимо нас джип, поэтому мы доехали, не дошли, а доехали. Нас подбросили до озера, нам повезло. Тут же поразились количества грибов. Вот Катя о смартфоне, например, смотрит справочник грибника, чтобы определить, где у них есть эти грибы или нет. Вот с погодой она продолжала не везти, несмотря на то, что мы уехали уже около 200 километров на север от Магадана, там уже другой климат был, но продолжала была выйти пасмурная погода. Грибов, ягод, было море, совершенно другая растительность, уже отличающаяся от полуострова Кони в том числе. Ну, приходилось что-то... Все равно было очень красиво, поэтому приходилось много снимать. Это жимовость. Мы ее сначала не распознали, не могли понять, что это за ягодка. Мы потом разобрались и стали есть. Сначала только фотографировать это. Попытка заката на озере Грант не удалась, потому что она готова была, но так и не выстрелила лучами, как обычно делали в таком состоянии, когда небо дырявое. Зато очень красивая подушка была ягелью, вереском и прочие вещи под ногами. Вот такие ягельные леса, там были кругом белая подстилка из ягеля и с зарослями стланика, лиственницы и прочих мков, грибов и так далее. Жили в обычном палаточном лагере в таком красивом лесу. Питались грибами. Туманы продолжали не проходить. Приходилось снимать, что дают. Но мы перемещались. Почти каждый день у нас был переезд. Перемещались на новое озеро, на новую часть озер. Поэтому каждый раз были новые локации. Грусника еще не поспела. Как перемещались? Пешком. Пешком, да. Пежея вещей много было, поэтому ходили в две ходки. Несколько ходок туда обратились? Ну, две ходки было, да, потому что тяжело было, килограмм восемьдесят где-то у нас было. Ну, нереально было все это внести за один раз. Потому что там фототехника была двадцать тысяч килограмм, ну и все остальное. В общем, весь свой дом на себе, что сказать. Много было лишнего, но просто оставить было негде. Такой маршрут приходилось просто так. Озеро фактурные, интересные. Конечно, им не хватало света, не хватало цветов красивых, но я находил цвета отдельно, просто в подложке. На такую красоту даже наступать было как-то неловко. Выступаешь, сразу дырка одна где остается. Нехи такие. Это вот фагнаны, грибы, нехи и прочее. Они буквально побережье возраста. И клюква. А дырка на эти азеры бутатуры или что-то подобное не планируется? Планируется. Больше здесь флора завлекалось. По-моему, здесь была проблема, потому что здесь дорога туда была. Туда часто приезжали нашелки, как говорится. Тем не менее, озеро очень красивые, поэтому по большей части приходилось снимать флору. Вот первый закат и единственный, который нам удалось снять за 8 дней пребывания на этих озерах. Ну, и то он был недолго. Он минут пять посветил и дальше опять мы снимали. Свои любимые поосновные пейзажи. После этого мы поехали, тут как-то без перехода получилось, на север отправились, доехали по основной трассе Колыма, доехали до Ларьковой, до поворота на Симчан, доехали до Симчана, где Симчан стоит почти на берегу Клына, реки Хлына. И на автобусе. Обычно рейсовый автобус, расписание на автовокзале, в общем, как обычно. Вот, и доехали до Симчана, а там у нас были знакомые, которые нам помогли организовать сплав по Колыме и спустились вниз, там, около сотни километров. Вы высадунули, где вот фотография с вещами, да? Да, это мы с автобуса скинулись. А, и там же вы сели, да? Да, и там же сели. Сходили на озера пешком, вернулись, сели на автобус дальше поехали. Все просто. Вот, отправились на реку Колыма. Друзья, а что это было за фотография? Это побережье реки Клыны. Мы шли там 130 километров вдоль реки, поэтому приходилось снимать берег, поскольку не было возможности опять, не везде можно оказаться в режимное время, интерес с интересным светом, поэтому приходилось снимать просто какие-то интересные локации. Вот эта гора замковая называется, единственная красивая, такие скальные выходы на реке. Находится где-то в километрах 50 от Симчана в Миску Крыму. Дошли до кордона заповедника Симчан, до Симчанского участка Магаданского заповедника, до одного из его кордонов зашли гости попить чай. Ну, там встретили рассвет, удалось снять пару кадров. Ну, вот мошкарки, для тех, кто не видел. Так она облюбляет. И для чего нужны, собственно, гетро? Потому что иначе она под беременность вся залезает. Здесь, в отличие от побережья Магадана, например, брусник уже созрел, а здесь уже была сладкая. Потому что здесь, как мне рассказывали, две недели назад было плюс 35. Резко-когенитальный климат, зимой минус 60, летом 35. Почти 100 градусов перепад. Закаты были, но такие, не фееричные. Сходили пару раз на рыбалку, там же поснимали, к нам приходил Мишка. Мишка приходил даже один раз на кордон ночью. У меня был сигнал охотника, типа ракетницы. И пустил его в ход, Мишка убежал. Лично я их признаю, что они боятся. Может быть, не все, но, по крайней мере, тот, который пришел, он ушел. Я его скубнул. Хотя до него было метров 7. Ну, некомфортно, когда он так близко подходит. Причем в темноте. Его толком не видно. Глазам только. А эти берег Колымы его подмывают, он обваливается, снизу вечная мерзлота, поэтому такие вот островки плавающие, периодически. Снова Мишка пошел. Это вот озера в пойме Колымы, которые мы ходили, пытались поснимать. Ну, к сожалению, там такие локации, что там много-много рукавов, много озер, но гор мало, они далеко. Вот зато он очень, наверное, на пути. Это ночь. Это ночной кадр, который удалось снять. Домик наш, где мы переночевали. После этого мы вернулись обратно в Симчанк и прошли вверх по реке Симчанка для того, чтобы посмотреть уже горную часть. Было очень много шиповника, который мы собирали. Мешками мы будем собирать его. И вот такие вот горки, затопленные леса, горелые леса и очень симпатичные почки. Такие же вот на озере Грант на Лепчатских озорах встречаются. Дошли мы в итоге, дорога, по которой мы шли от Симчана вверх по реке Симчанка, она доходила до шахты, которая работала в 30-40-х годах, во время, когда здесь был дальстрой, соответственно, где-то в 50-50-х, в конце 40-х годах она была закрыта. Мы добывали здесь олово, работали здесь заключенные под руководством соответственно, геологи с высшим образованием. Ну, стандартная схема, которая применялась в 40-х годах. Потом, естественно, развал доустроя с расформированием офисарского управления лагерей, все эти условия. Шахты и штольни были закрыты за нерентабельность, потому что на них использовался труд заключенных. Контроллер-проприкулар не есть? В Грине ходили? Он был на другом берегу реки Симчанка. Там нужна моторная лодка, чтобы перебраться. У нас ее не было с собой. То есть у нас можно было организовать лодку такую, железную. И железную лодку перевозить на маленьком УАЗике это, в общем, не вариант. Тем более по тем дорогам, там, с бродами туда даже от этого места добирались. Вот самый крупный кадр, который там был. То есть, хотелось бы отметить, деревянным строением более 50 лет. То есть они там в начале 50-х были брошены и до сих пор стоят, сих пор не развалились. Отличат более позднего строительства. На обратном пути снова прожали красивые почки. А вот этот лес горел около 20 лет назад. Горит обычно не лес, горит мох, горит подстилка лесная. И деревья, они остаются. Они засыхают после этого, естественно, погибают. И вот такие стоят голые стволы, лиственницы и вот эти вот коряги на передней планете. Кедровость, слаймик, также погибших. Вот река Семчанка сверху. Мы ездили на на метеостанцию, как все равно проехали. А тут тоже было бы интересно. Это зона отдыха на реке Семчанка. Плавушки отстоят, достаточно далеко от города. Снова вернулись к этой шахте. Моя версия уже. Снимка. И река Семчанка. Вот далеки река Каланор, слева там виден поселок Семчан. Здесь, конечно, очень далеко было здесь. Фокусная мощь. С миллиметров 500 был. Вот, удалось. После этого у нас плана было возвращение в Магадан. Мы приехали в Шторм. Магадан в этот день затопило. Прямо по улицам текли реки. Магаданка река вышла из берегов. Все поразмывало. Дорогу наулу размыло. Там она через перевал идет. И в городе вечером... Весь город был отключен от электричества. По решению сильного Шторма. Но мы, естественно, обрадовались. Прибежали сразу в бухту Магаева снимать Шторм. Ну вот, это...